Мы продолжаем наш ТикТок-сериал по парт-истории. И сегодня мы поговорим с вами об удивительной картине. Но знаете ли вы, кого называют Северной Монолизой? Нет? Тогда давайте знакомиться. Серьезный контент в несерьезном формате. ТикТок-канал библиотеки имени Пушкина «Букстори Саров» выходит на профессиональный уровень. В октябре они получили денежный грант в размере 450 тысяч рублей на реализацию проекта. Сейчас сотрудники изучают тонкость работы с новым оборудованием. Сейчас у нас есть возможность записать и качественное видео, и качественное аудио, ну и вот всё световое оборудование. Кольцевая лампа, конечно, очень важна, то, что пришла. Вот это мы знали, мечтали о ней, потому что ТикТок – это же мобильное приложение. Видео теперь будут снимать на камеру нового смартфона. А хромакей позволит при монтаже накладывать интересный фон на изображение. Минутный ролик на этой платформе – кропотливый труд. Порой на его создание уходит больше двух недель, начиная со сбора материала, написания текста и заканчивая монтажом. Мы идём, наверное, теми же шагами, которыми идут пользователи ТикТока. Это же обычные люди, которые снимаются как могут. Кто-то покупает, приобретает себе лампы на свои же смартфоны. В том числе и у этих пользователей мы учимся, ищем какие-то идеи порой. В преддверии волшебных праздников на канале «Букстори Саров» вы можете посмотреть первые серии ТикТок-сериала «Книжные подарки», где команда библиотеки расскажет, почему книга – это хороший подарок. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.